Христос Воскресе И начнем с отрывка евангельского, да, со слов Господа нашего Иисуса Христа. Итак, это Евангелие Туки, глава 24, стихи из 36 по 53, отрывок, который будет читаться в День Вознесения Господня. Как это все происходило? Пожалуйста. Послушаем Евангелие. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа, но Он сказал им, что смущаетесь. И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я Сам. Осержите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Аминь. Да. Когда они говорили о Сем, начинаем с самого начала. Говорили о Сем, о чем они говорили, что происходило? Ну, это событие после распятия Христова, когда они уже были извещены о том, что и Марии Магдалины явился Господь, и Петру явился Господь. И они это все обсуждали, конечно же, и радовались, и чудились, как это в Евангелии сказано, и, наверное, не совсем еще верили во все это. Хотя, конечно же, Господь явился им всем вместе. Ну, апостол Фома там не присутствовал только сначала, потом еще и вместе со Фомой Господь им явился. И здесь мы, конечно же, видим такую еще веру неукрепленную апостольскую, когда они, зная, читая Писание, зная пророчество о его воскрешении, сам Господь им об этом говорил, что он воскреснет в третий день, они этому не верили, и вначале даже не поверили Марии Магдалини, когда сказала она им, придя, что нету Господа, в гроб я пришла, в гроб пустой. А потом она в следующий раз пошла, она увидела, опять рассказала апостолам. Потом ангелы сказали, передай апостолам, что Господь воскрес и будет встречаться с ними, с апостолами в Галилее. Но этому всему они не верили, и, конечно же, все это обсуждали, потому что в голове у них это не укладывалось, как-то так. Напомню, они же были простые рыбаки, простые люди, не ученые, и все это для них было удивительно, невообразимо. Поэтому здесь вот Господь как раз и пришел к ним, когда они это обсуждали. Здесь мы видим, то есть у разных евангелистов по-разному писаются, и в том числе им здесь вот говорится, что Господь пришел, показал руки, ноги, да. Потом еще была же встреча и с Фомой, когда пришел. Здесь краткое содержание, получается, многих бесед, и это же не от начала до конца все это в один раз произошло, да? Ну, конечно же, этих встреч было несколько, и с Марьей Макдалининой, и с апостолами одиннадцати, потом еще с апостолом Фомой отдельные была беседа, да. И не будь неверен, но верен, да, вот вложи персты свои. Здесь... Краткое содержание, получается, такое. Да, краткое содержание вот этих нескольких дней, когда в течение этих сорока дней от воскрешения до Вознесения Господь являлся им, ну, наверное, каждый день являлся, хотя и не пребывал с ними постоянно, как он раньше жил с ними. Он являлся и уходил. А почему так? Ну, тут много, может быть, причин, но прежде всего, конечно же, что апостолы, будучи призваны к тому, чтобы проповедовать Евангелие, должны были уже иметь Христа в душе, в сердце своем. То есть, как ребенок, он потихонечку родителям приучается быть иногда и один, и сначала ему страшно одному остаться даже дома, а потом он вроде как уже привыкает к этому, а потом он уже начинает и сам самостоятельно что-то делать по дому, по каким-то там заданиям родительским. То есть, потихонечку родители, воспитывая ребенка, как бы отдаляются от него, чтобы он восприял больше мужества, больше умения и больше уверенности в себе. Также и здесь Господь сначала как с детьми, с ними находился практически круглосуточно до распятия, а потом он уже начал от них отдаляться, предоставляя им самим уже действовать, чтобы они все-таки укрепились в своем внутреннем вероисповедническом понимании происходящего и все-таки не держались постоянно за руку Господа, как дети. Это одно из, так сказать, навеваемых ответов на этот вопрос. Другое, что Господь уже показывал им, что он не только в этом мире, он еще и в горнем мире пребывает. То есть, зачем он и потом вознесся на глазах у апостолов, что он и здесь, он же и в ад спустился для того, чтобы и тем возвестить всем воскрешение из мертвых и спасение вывел из ада праведников. Он, естественно, и на небесах пребывал, и здесь мы читаем, что в Евангелии также читаем, что по Вознесению он сел одесную Бога Отца. И это тоже необходимые, так сказать, условия для правильного понимания мессианской роли Христа в жизни человечества, чтобы апостолы правильно это проповедовали. Поэтому Господь, нельзя сказать, чтобы он отдалился, он был всегда с ними, он всегда видел, их всегда им помогал, но вот уже такое постоянное телесное присутствие рядом с ними, он уже стал потихонечку у них отнимать, чтобы они все-таки уже духом пропитавшись, имели состояние души с Богом не телесно, а духовно, больше его ощущая. Зачем Господь вообще тут приходил в течение 40 дней и пребывал с учениками? Ну, мы помним, в каком отчаянии они пребывали после распятия Христова, и как они попрятались, как они плакали, рыдали, и как они не верили во все слова, сказанные теми, кто видел Господа воскресшим. И, конечно же, чтобы их вывести из этого отчаяния, а к тому же еще и привести к тому глубочайшему пониманию, что такое воскрешение Христово, да, и спасение рода человеческого через распятие, конечно же, Господь по необходимости приходил к ним, чтобы их укрепить, чтобы их восстановить в вере, и чтобы они, уже укрепившись, подготовились к проповеди евангельской. Причем каждому нужно было свое, да, кому-то нужно было ран потрогать, да, другому, как с Петром, да, нужно было Петру убедиться в том, что Господь его простил за его отречение. Ну, да, трижды Господь его спрашивал, любишь ли меня, Петр? Он, Петр, мы помним, перед распятием Христа, он трижды отрекся, да, не знаю этого человека, да, его трижды спрашивали во дворе первосвященника Каяфы, так ты же из его, так сказать, окружения, ты его сотоварищ. Нет, я не знаю этого человека, он трижды отрекся от этого. И потом Господь по воскрешении своем явился и трижды его также спросил, чтобы восстановить его опять в апостольском его чине, служении апостольском, таким образом, сняв с него то отречение от него, то есть он трижды его спрашивал. Ну, а Фоме надо было вот действительно вложить пальцы в ребра и в раны от гвоздей на руках и ногах, а другим просто увидеть Господа и потрапезничать с ним, потому что мы видим, что Господь специально попросил, дайте мне, есть ли что-то снедное, то есть пища, есть ли у вас какая-то, для чего? Ну, не для того, чтобы он хотел кушать, конечно же, он этим показывал, что он действительно остается человеком, при том, что он Бог, при том, что он Мессия, Христос, но он еще и человек. И что это не вымышленное что-то, не какое-то иллюзорное или какое-то вот такое, ну, мистическое что-то такое нереальное, да? Нет, реально, он кушал, он сидел с ними, он общался, ее можно было потрогать, увидеть его раны. То есть раны оставались на руках, ногах, поэтому сказал, да, Господь, можете посмотреть на мои руки и ноги, да? Ну, конечно же, это же то, что свидетельствовало о его понесенных им страданиях и жертве, принесенной им за род человеческий, за искупление грехов. И, кроме того, для апостолов они же все понимали, что его распяли, и все, что с ним произошло, они знали, поэтому, видя эти раны, они, конечно же, убеждались, что это действительно он. И вот тот диссонанс в голове апостолов, да, когда они видели его мертвое тело, положенное во гробе, и потом они видят его живым, представьте, поставьте себя на их место. Конечно же, для них это было невообразимое чудо, но как они воскликнули в страхе, когда увидели Господа, идущим по воде, они думали так же, что это дух, что это мираж какой-то, видение. И Господь говорил, не бойтесь, это я. То есть здесь то же самое и здесь, они могли принять это заведение. Мало того, Господь думал не только об апостолах, но и о дальнейших тысячелетиях существования церкви христианской. И для того, чтобы не было никаких сомнений и возникающих на этом основании ереси и разночтений, что Господь являлся духом, или что это еще какое-то было видение, на самом деле Господь не являлся. Вот чтобы это исключить, он полностью удостоверил всех, что он в теле, что он действительно даже кушает. Не то, что можно его потрогать, он даже кушает ту же самую пищу, что и апостолы. И это было сделано и для апостолов, и для последующих поколений верующих христиан в том, что он действительно в теле воскрес. Предлагаю по хронологии вспомнить те события от воскресения до вознесения. Как мы с вами уже читали, первым, когда Господь явился наяву, это когда Пресвятая Богородица и Мария Магдалина бежали ко гробу ночью, да? То есть это было самое первое явление. Ну да, действительно, он сказал, что «я воскрес и восхожу к Отцу моему и Богу вашему, передайте об этом апостолам». И, конечно же, о Матери Божией там не сказано, но мы понимаем, что… Ну там, конечно, другая Мария, но все святые отцы думают, что это Богородица. Мы не можем, так сказать, даже представить о том, чтобы Матери Божией не пришла ко гробу в эту ночь. Конечно же, тем более зная о том предреченном Господу, что Он воскреснет, конечно же, она бежала, стремилась увидеть это воскрешение. Вы знаете, ну как вообще ушла она? Вот я вот иногда в этом думаю, как вот Богородица вообще… Ну, я думаю, ее увели, потому что, я думаю, перенеся такое тяжелейшее страдание, скорбь, конечно же, она была без сил. И, я думаю, апостол Иоанн Богослов просто увел ее, чтобы хоть чуть-чуть набраться сил, отдохнуть, потому что и покушать, и отдохнуть, поспать. Мы же все-таки человеческое естество имеем, которое имеет свои немощи и слабости. Поэтому ее, наверное, увели в таком вот состоянии прострации, да, после этой всей страшной введения казни и смерти. А потом, когда она уже отдохнувшая, пришла в чувство, она сама уже, ее уже никто не мог удержать. Конечно же, она с Марией Магдалиной пошла ко гробу. Это все как бы по-человечески понятно и ясно. И там явился первым, конечно же, Матерь Божией Господь явился. Мария Магдалина, она была свидетельницей этого, то есть мы об этом читаем в Евангелии. Потом один день уже к Марии Магдалине пришел, когда она плакала, Борька. Да, потом она второй раз пришла, третий раз пришла. То есть она постоянно возвращалась ко гробу, потому что ее состояние души было сметенное и совершенно невравновешенное. И, конечно же, Господь ей явился. Да, кроме того, если тут же Господь, она пришла, первый раз Богородица, и Господь явился, как она вообще опять ушла же? Ну, вот об этом умалчивает Священное Писание. А, ну, Господь-то послал их, идите, скажите. Она сказала, опять пришла? Ну, да, да. Как Господь остался или, может быть, Он просто... Может, еще придет. Да, как-то. То есть она действительно, ее тянуло к тому месту, где находился Господь, как ей казалось. И действительно, она туда возвращалась много раз, и неоднократно Господь ей на этом месте являлся. Да, и сначала Он сказал, идите. Потом, не трогайте меня, потому что я еще не вошел к Отцу моему и Богу вашему. Ну, и так далее. Вот эти все моменты. Потом, скажите апостолам, что я их встречу в Галилее. И передайте им, что эти все моменты мы читаем из уст Марии Магдалины в основном, да, в евангельском тексте присутствует. Конечно же, это все удивительно, что явление апостолам на гробе мы не видим. То есть мы видим, что Мария Магдалина сказала, и апостол Петр, и Иоанн Богослов побежали к гробу. И Иоанн Богослов, он был молодой на тот момент человек. Он, конечно же, обогнал Петра. Петр был уже все-таки в возрасте. И прибежали, но Господа они не увидели. Они увидели только пелены и сударь, то есть платок, которым была обвязана голова Спасителя в огробе. И, удивившись, они этому всему ушли обратно к братьям. Да, ну, смотри, сейчас с Петром она не описана. Но есть такие два косвенных свидетельства, что Господь все-таки приходил к Петру. Да, это вот тоже. Нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И потом тоже в Коринфина, да, и что явился Киф и потом 12. То есть все-таки есть свидетельства, что к Петру Господь приходил. Ну, действительно, это понимаемо нами, что не мог Господь к Петру не явиться, потому что он ему же сказал, что и когда вот меня не будет, укрепи братью в вере. То есть он ему дал послушание такое, чтобы он братью, то есть апостолов всех укрепил в вере, когда Господь отымется от них. Да, когда не будет его с ними. И чтобы его укрепить, потому что и сам Петр, конечно же, колебался, и у него были сомнения. И он тоже не понимал и не мог даже вообразить, что такое возможно воскрешение из мертвых. Хотя Господь многократно это говорил им. Но, как в Евангелии сказано, слова эти были для них закрыты, они их не понимали. И поэтому он явился к Петру и, скорее всего, послал его укрепить остальных апостолов. Да, у кого-то из евангелистов мы читали, когда Лука и Клеопа пришли, уже в это время Петр приходил, да? То есть уже об этом как раз они и говорили. Да, они обсуждают как раз это. Петр сказал, что ему Господь явился. А Луке и Клеопе Господь также явился, потому что они вышли из Иерусалима, шли в соседний город Эммаус. И на дороге Господь, чтобы они вернулись в Иерусалим, чтобы благодать Духа Святого на них также снизошла. Господь им явился на дороге и вернул их обратно, послал. То есть фактически вот этим явлением он рядом с ними шел, они с ним беседовали, но не могли его узнать. Вот глаза у них были закрыты. И пока он не благословил хлеб, и они через это благословение хлеба, они только тогда узнали Господа, и он стал невидим для них. И тут же они, конечно, вернулись, как раз вот нашли, что апостол обсуждает, как явление было еще и Петру. И они рассказали, что и им было явление. Но также Господь являлся им и не только в Иерусалиме, но и на Галилейском озере, когда они рыбу там ловили. Да, да, Твериадское озеро, да, Галилейское. Здесь он также и рыбу съел вместе с ними. Когда они увидели фигуру, да, знакомую на берегу, и он увидел. Ну да, апостол Петр-то не узнал, а Иоанн Богослов... Потому что зор-то молодой уже. Да, он молодой был, он более, наверное, зрение хорошее было. Он Петру шепнул, это Господь. И Петр бросился просто в Галилейское озеро и поплыл. Чего ждать-то? Да, пока лодку развернешь, пока ее там... Ну, на каком она ходу была? На весельном, конечно же, это дольше было бы. А так он быстренько доплыл, и уже, когда они приплыли, там уже был костер разведен, рыба на нем пеклась. То есть уже видно, что апостол Петр с Господом встретился и общался. Да, еще мы читаем, да, что Господь являлся на горе в Галилее. Да, когда он учил, повелел потом крестить во имя Отца и Сына Святого Духа. Ну, об этом же мы слышим и в других местах, что вот ангелы говорят, что, передая апостолам, что Господь с ними встретится в Галилее. Галилея – это не так Галилея Великое, которое на Галилейском озере, а Малое Галилея на Елеонской горе, где были гостиницы для галилеян, приходящих в Иерусалим, так как они были не прописаны, как сейчас это называется, в Иерусалиме, их на ночь выгоняли из Иерусалима, и они там в гостиницах жили. И вот, собственно, вот в этой Галилее Малой он с ними встретился, и как раз то же самое беседы были. Вот часть из этой беседы, она из этой встречи на горе Елеонской с ними происходила. Да, и как мы видим, да, в Сеонской горнице, да, это там, где Тайная Вечеря была в Иерусалиме, то есть там Господь, получается, несколько раз приходил, да, к ученикам, то есть первая встреча, это, наверное, с Фомой была, когда не было Фомой, да? Не было Фомой 11, да, было. Да, потом уже через 8 дней на 8 день, когда уже Фома был, и здесь, получается, еще, наверное, когда мы сейчас читали отрывок, здесь, получается, наверное, как минимум третья, да, была перед самым вознесением, опять же, эта встреча, откуда он взял их до Иерусалима. Ну да, они же пошли уже после этой беседы, да, вот этой встречи, беседы с ним, они же вместе пошли на Елеонскую гору, и, собственно, на глазах у апостолов Господь вознесся на небо, благословляя их. То есть это, конечно же, ну, наверное, вот третья и последняя встреча вот такая явная. Хотя потом Господь встречался с апостолом Петром, в том числе и в Риме, когда Петр хотел уйти из Рима, потому что ему сказали, что если ты не уйдешь этой ночью, то тебя убьют. Он встал и пошел из Рима, и ему навстречу шел Господь. Петр, конечно же, опешил. Поэтому Господь его спрашивает, Петр, куда грядешь, к кому идешь? Он говорит, ну вот из Рима ухожу, а я, говорит, туда иду. И Петр понял, что ему надо туда же вместе с Христом вернуться в Рим и подъять на себя мученическую кончину. То есть это перед концом было, мученической смертью Петра. Ее также распяли на кресте, только вниз головой. Соответственно, это тоже была встреча отдельно апостола Петра со Христом. Но, я думаю, и другим апостолом Господь являлся и укреплял их, особенно перед их кончиной. Мы же помним, что все апостолы пострадали мученически, ну, кроме апостола Иоанна Богослова, наверное. Хотя и ему, наверняка, Господь являлся, укрепляя, потому что ее тоже неоднократно побивали и гнали, и пытались отравить, и что только не делали, чтобы он умер и перестал проповедовать. Ну, просто все, как в Евангелии сказано, если бы все чудеса описывать, которые Господь производил в этом мире, то не хватило бы всех книг, пишемых книг в этом мире. Не хватило бы, чтобы описать все, что Господь производил, являлся, говорил и делал с апостолами. Поэтому мы только догадываемся. Такой еще вопрос хотелось. Хотелось бы по вашей личной практике, или, может быть, у кого-то из священников, вы слышали такие, мы читаем у святых отцов, многие, когда Господь являлся, но большей частью Господь является, наверное, слышит голос человека, или он внутренно убеждается, как, например, старец Антоний Сурожский, когда он читал, и он точно знал, что это был Господь. То есть когда люди, когда Господь приходит, люди понимают, что это Господь, но вот так вот, прям воочию, да, и даже Господь сказал, там, как стадо моё, услышит мой голос, да, вот. А на что вот так вот явно кому-то Господь является вообще в нашей мире? Ну, например, Лукаев Воин и Есенецкий точно так же, он тоже читал там текст священного Писания, и вот он понял, что это слова Господа ему лично сказаны. Ну, да, так часто такое люди бывают, что, да, когда какие-то слова прям понимают, что это именно для него. Вот это слова сказаны и тебе. Ну, а вот так, что вот прям Господь явно. Вот мы читаем даже вот в интернете, там есть такое одно интересное видео, да, как мусульманину одному, Господь явился вот видимым, да, образом, и он потом стал христианином. Вот, конечно, для него это страшно, потому что там смерть, да, ему за это грозит, свидетельства такие. Ну, а вот по практике, по вашей или по... Ну, я не сталкивался с людьми, которыми Господь являлся. Я знал людей, которым, как бы, ну, образ Спасителя являлся, то есть, ну, икона Спас нерукотворной, введение в сонном, не наяву. Но так, чтобы вот наяву являлся Господь, я таких людей не знаю. То есть это вот, ну, по нашим грехам мы недостойны, как один из святых сказал, «Я достоин только явления беса». Это мы еще и загордимся, да, это точно. Да, да, это мы очень, так сказать, это только смиренным людям такое, может быть, такое чудо явлено, потому что иначе человек о себе возомнится, вот никому же не является, а мне является. Значит, я какой-то особенный, избранный, значит, вы все должны меня слушать, и ко мне специально так по-особенному относиться, не как ко всем. То есть начинается просто тщеславие и гордость на этом. Конечно, Господь не будет никого искушать своим, тем более, явлением своим таким образом, не будет мешать спасению души человеческой, потому что гордость – это погибель. Смирение – это… Да, пусть нам Господь дарует внутренние убеждения, да, чтобы никогда не было сомнений у нас. Да, нам достаточно чувства присутствия Божьей в нашей жизни. Мы это чувствуем, и от этого мы успокаиваемся, приобретаем мир в душе, когда причащаемся, когда исповедуемся, когда помолимся, особенно слезно помолимся, и на душе становится спокойно, и такое убеждение, что все будет хорошо. Вот как мать, там, ребеночка какого-то там утешает, что «да не переживай», а он говорит «а вот там уроки, а вот там ребята меня обижают, а вот еще что-то». Ну, мама его как может утешает, и говорит «не переживай, все будет хорошо». Ну, и действительно, по молитвам родительским все потом становится, так сказать, налаживается в жизни ребенка. Вот это ощущение присутствия Божьей в жизни и помощи Божьей, это многие испытывали, и я думаю, это то, что нам не даст возгордиться, но и то, что нас укрепит в вере и даст спокойствие душевный, мир, покой, радость и счастье. То есть мы вот это ощущение присутствия Божьей рядом с собой, оно дает нам уверенность в своих начинаниях благих в этом мире. Да, и как мы каждый раз просим в Псалме 50-м, «Воздашь мне радость спасения и Духу Младычному твердиме». Ну да, для нас это не просто слова, да, Священное Писание, для нас это внутреннее такое ощущение, то есть мы свое чувство выражаем в словах. То есть не просто, так сказать, звуки издаем, а свое чувство, как, собственно, эти Псалмы и писались царем Давидом, это же его, так сказать, из сердца изливалось все это. И так же и мы, когда ощущаешь присутствие Божьей, ты так же читаешь эти слова и понимаешь, что это не просто слово, это понимание, что так оно и есть. Господь, когда явился к ученикам, Он сказал «Мир вам!» И видим это вот приветствие, да, на протяжении всех Евангелий «Мир вам!» Что заключается в этом? В этом заключается, наверное, самое драгоценное, что в этом мире есть, и что не купишь ни за какие средства. Никакими сотнями, миллиардами долларов не купить мир человеку, потому что этот мир является внутренним состоянием. Не снаружи мир Господь... То есть Господь умиротворял, да, получается? Ну, вот, с одной стороны, Господь говорит «Мир вам», то есть дарует апостолам мир, а с другой стороны, мы знаем, что они гонимы были, что их там распяли, что их там камнями побивали, что их там злобствовали и везде там поносили, и они то в тюрьмах, то в бедах, то в кровлекрушениях, то еще в чем-то. Ну, где же тогда мир-то, который Господь им дарует? «Мир вам!» Что же тогда, значит, ложные слова, что ли? Нет, на самом деле во всех этих бедах внешних мир Божий пребывал у них внутри, и этот мир Божий давал им возможность выстоять во всех этих бедах и напастях. Без этого мира внутреннего, Божьего мира, они бы не смогли ничего сделать, и не смогли бы понести послушание апостольское, то есть они не могли бы даже проповедовать Евангелие, потому что то те нападки, то государственное гонение, которое было на них официально, так сказать, произведено и Римской империи, и Израильским государством, ну, как его перебороть человеческим силами, это невозможно. А Божья сила, которая именно мирное состояние души дает, она как раз в этом и присутствует. И всякий человек, который испытывает мир в душе, мир, он же прежде всего должен быть самим собой мир, то есть чтобы совесть нас не обличала. То есть когда она нас не обличает? Когда нет греха, который разделяет наше естество на части, и мы теряем мир. Как человек согрешил, мир потерял сразу. А здесь мы видим, Господь дарует мир, но он этот мир дарует за покаянное состояние души. Мы же читаем в Евангелии постоянную фразу, вот как мир вам даю, другая фраза – покайтесь, и вы приблизилось к вам Царство Небесное. Эти две фразы, они в соединении должны быть рассмотрены, потому что Господь не может дать мир человеку тому, который не раскаялся в своем грехе. Здесь вот взаимосвязь прямая, поэтому здесь мы должны понимать, что мир удивительный, мир, который не купить ни за какие деньги, может дать только Господь, и этот мир прежде всего с совестью нашей. Второй мир – это с окружающим нас миром, когда апостолы не озлоблялись ни на кого, хотя на них, повторюсь, были гонения и мучения, они все равно ко всем относились ровно, спокойно, и даже с любовью. Удивительно, но вот так вот они любили врагов своих. И это тоже без мира душевного невозможно произвести и сделать в нашем бушующем, так сказать, греховном мире. Евангелие Лука пишет, что когда Господь пришел, присутствовало 11 апостолов, хотя, как мы видим, апостолов Фомы еще не было с ними, Иуда отказался, да, там сам отрекся, то есть и по нашему расчету за сумму 10, а как же 11? Ну, конечно же, мы понимаем, что на место Иуды, мы помним, что на место Иуды потом выбрали Матфея. Это же после Вознесения его выбрали. Да, да, после Вознесения. И там было условие, апостол Петр сказал, что надо выбрать такого человека на место Иуды, который был всегда с нами и видел все события, происходившие с нами и с Господом, и был участником и свидетелем всех этих событий. Поэтому наверняка во всех этих ситуациях присутствовал Матфей, апостол, в будущем апостол Матфея. Также и здесь наверняка был Матфей. Почему его, собственно, и избрали потом апостолом? Потому что он и это был, так сказать, свидетелем и этого, и этой беседы с Господом, и его явления, и там про Фому, и про всех вот этих, и Марии Магдалины. То есть он все это знал и видел, и участником был этих событий. Как произошло Вознесение Господня? Ну, мы начали говорить, когда Господь, побеседовав со своими учениками, Он пошел на Маковку горы Елеонской. Это место и сейчас есть, и сейчас его можно посетить паломникам и приложиться к тому месту. Там даже, как некоторые говорят, отпечаток стопы сохранен с того места, где Господь Вознесся. А это тоже место, где и Гефсиманский сад был? Это на той же горе Елеонской, только Гефсиманский сад чуть пониже, ближе к ступне этой, так сказать, горы, основанию горы. А это прямо Маковка горы. Там монастырь некогда был, царица Еленой построенный, храм стоял. Ну, сейчас там это место принадлежит мусульманам, хотя на месте алтаря того храма там часовенка стоит, и внутри этой часовни находится камень, с которого Господь Вознесся. То есть он туда с апостолами взошел, на эту гору Елеонскую, и стал их благословлять, и вместе с этим начал возноситься на небо, на глазах у апостолов. Конечно же, это еще одно было такое чудо и стресс для апостолов, то есть они постоянно пребывали в такие пораженные, то есть просто удивительно то, что они видели, слышали, ощущали, понимали. Это все для них было совершенно новое, как и для нас это вновь. Ну, как, вот представьте, увидеть, как возносится у вас на глазах человек, с которым вы прожили там несколько лет, который ходил по водам, который кормил там пять тысяч человек пятью хлебами, который воскрешал мертвых, и тут же он на глазах у вас возносится на небо. Это уже в Деяниях апостолов, да, дальше описывает Евангелие с Луками? Ну да, Евангелие уже закончилось, это Деяния апостольские, это все описывается, и он не переставал их благословлять, Господь не перестал благословлять, и он был скрыт облаком, а апостолы продолжали стоять, смотреть на небо. И по некоторым, так сказать, историческим данным, описаниям, они стояли час или два на этом месте, смотрели в небо, так что им даже ангел явился, Господом послал, и сказал, мужик Галилейский, что вы тут стоите? Два даже, да, по-моему-то? Да, два ангела, да. Что вы здесь стоите? Рты разинули. Они могли там сутки простоять, да, и вот Господь, видя их так вот удивление, они не знали, как к этому отнестись. Спустится Господь обратно с неба, или еще что-то. А облако это было, как мы представляем, как на картинке, там, облака скрыло Господа? Ну, облако, конечно, особое было, то облако, которое... Как в горе Преображения, наверное, да? Да, 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 которое осеняет гору, гору Фавор на Преображении, то есть оно было непростое, то есть это не тучка налетела. То есть какой-то божественной славы такой, да, получается? Да, это облако, связанное, ну, как вот мы читаем на Преображении, да, из облака глаз, да, их осенило облако, из этого облака глаз Отца раздался, сей Сын Мой возлюбленный, Его послушайте. Вот здесь, наверное, такое же облако божественной славы осенило Господа, и Он скрылся в этом облаке. И, повторюсь, апостолы смотрели, стояли, так сказать, в небо продолжительное время, не знаю, сколько, час-два, пока им не явились два ангела и не сказали, идите, Господь как вот сейчас вознёсся, так же Он в своё время и спустится. Даже сейчас Господь думает о них, да, то есть утешает таким образом. Он видит, Господь, что они, вот, ну, их сейчас не пошлёшь, там, так сказать, не скажешь, уходите отсюда, чего вы стоите. Так они будут стоять тут день, два, три. То есть настолько апостолы привыкли слушаться Господа, настолько они вот были пронизаны любовью к Нему, что они могли бы там и дальше стоять. Ну, опять же, по послушанию ангелы пришли, сказали, как ангелы сказали, что Господь с вами встретится в Галилее, в Малой, так же теперь ангелы сказали, идите, Господь как поднялся, вознёсся, так и спустится в своё время. И с этого момента они уже с радостью ушли с горы Ильонской, получив благословение Бога, что можно идти. Ну, как же вот радоваться, всё равно вот даже вот трудно представить, Господь уходит, и всё равно, вот нам тяжело это представить, Господь от них уходит, и они возвращаются с великой радостью. Ну, как же тут, какие-то причины для радости-то? Радость, наверное, вся заключается в том, что вот то, о чём я говорил перед этим, что необязательно лицезреть Господа, но обязательно чувствовать Его присутствие в душе. Вот, наверное, это присутствие в душе Господа у каждого настолько глубоко и сильно, что этой радостью уже никто не мог отнять у них, и она пребывала с ними всегда, всю жизнь. То есть они, даже не видя Господа, они ощущали Его присутствие. Постоянно, ежеминутно, во всех их перипетиях жизненных, они всё время были с Господом внутри себя. Ну, хотя, может быть, тут можно не то, чтобы поспорить, но вот смотрите, предположить, что всё-таки, да, ведь, смотрите, когда апостол Пётр-то уходил, у него же какие-то сомнения были, значит, в данный момент, в данную секунду, они же такие же, как и мы были, испытывали сомнения. Апостол Пётр уходил когда? Куда? Когда, вы помните, уже перед смертью, перед смердной казнью, когда он выходил из города из Рима, и Господь ему явился. В данную секунду, получается, Господь-то вынужден был ему явиться на его. Но там был уже явный также промысел Божий о его мученической кончине и о прославлении Господа смертью апостолу Петра. Поэтому здесь Господь также явился ему и дал ему также благословение. То есть апостол послушался его. А здесь они также послушались Господа, также было дано благословение. Идите, идите, я вернусь, когда будет время. И поэтому они с чистой совестью, так сказать, пошли. Господь их отпустил, всё нормально. Он сказал, да, сейчас я вместо себя-то пришлю ещё лучше. Дух утешителя. Но это было тоже, хотя они не понимали, что это значит на тот момент. Опять же, это не с послания Духа Святого, но праздник Троицы, Пятидесятницы, это ещё одно событие, которое человечество никогда не испытывало. Никто из людей такого никогда не видел, не слышал, не испытывал. Это только пророчески было предсказано пророками ветхозаветными. Ну и Господь сам говорил, что лучше мне подняться к Отцу Небесному, чтобы я мог вам не спаслать утешителя Духа Истины с неба. Он придёт и вас во всём укрепит и научит во всём, что я имею вам сказать, но вы сейчас не вмещаете. Вот примерно такой текст есть в Евангелии. Конечно же, опять же, апостолы, наверное, ничего не поняли из этих слов на тот момент, когда эти слова говорились. Но когда явился уже Дух Истины, когда они заговорили другими языками, которых никогда не знали, когда они вдруг, только что боявшиеся иудеев, прятавшиеся в закрытых комнатах от них, вдруг вышли на улицы, стали проповедовать открыто, и в храме, и в Синедрионе, и по всем городам Римской империи разошлись, чтобы проповедовать Евангелие. То есть настолько Дух Истины в них, вселившись, их укрепил, что вот с того момента они поняли, что это значит. И мы теперь понимаем, что значит принять Духа Святого в душу. А нам возможно, вот так вот, как апостолы, всегда радоваться? Не то, что возможно. Нам необходимо это, и нам это дано. Мы при крещении миропомазуемся, да, еще таинство одно принимаем, кроме таинства крещения, таинства миропомазания, и в этот момент нам даруется благодать Духа Святого. Мы имеем в себе Духа Святого, и каждый раз, когда мы причащаемся, мы принимаем в себя с телом и кровью Христовой, и Духа Святого принимаем. Господь, Он же не разделен, то есть мы не можем отделить Господа Иисуса Христа от Отца и от Духа. Нет, они все вместе, троица единая. И поэтому Дух Святой у нас пребывает. Другое дело, что мы своими заботами, своими суетой, своими какими-то омраченным разумом, мы этого не ощущаем так ярко, как могли бы ощутить. Но когда человек, искренно покаявшись, помолившись, все-таки отдаляется от суеты мирской и углубляется в духовное внутреннее свое бытие, он это начинает ярко ощущать, что да, Дух Святой с ним пребывает. Ну ладно, мы гораздо хуже апостолов. Вопрос такой, почему Дух Святой не сошел не сразу, когда еще Господь был на земле, или, например, когда только отошел Господь, вместо, например, ангелов двух Дух Святой сразу сошел, почему понадобилось 10 дней? Ну, во-первых, Дух Святой – это тоже личность. То есть здесь уже какой-то промысел божественный присутствует в том, что именно 50-й день по воскресенье сошел Дух Святой. Не в какой-то 20-й, 30-й, 40-й, а именно в 50-й. И мы, читая Священное Писание, видим, что именно в Пятидесятницу Ветхозаветную Господь даровал на горе Синайской пророку Моисею заповеди, 10 заповедей своих. Но эти заповеди были написаны тогда на каменных плитах, на каменных скрижалях, и их можно было прочитать глазами. Здесь же Господь дарует уже не на каменных скрижалях свои заповеди, а на сердце нашем сам Дух Святой заповеди записывает. И эта Пятидесятница Новозаветная. Это один и тот же день, только Ветхозаветная Пятидесятница, которая также праздновалась народом израильским, были даны 10 заповедей Моисеевых, а Новозаветная Пятидесятница была уже не просто заповеди, а Дух Святой был дан всей Церкви через апостолов. Поэтому, конечно же, основная причина – это соблюдение вот этой череды событий из Ветхого Завета, переходящих в Новозавет. Но почему-то Господь в Пятидесятый день не ушел? Почему подошелся? Почему минус сорок дней? – Потому что прежде чем Дух Святой сойдет, Он должен подняться на небо. То есть они не могли здесь одновременно быть. Мы же слышим слова Божьи. Но потом мы сейчас обсуждаем такие вещи, которые человеческим умом не всегда могут быть понимаем. – И может быть, им нужно было и веру их проверялось в это время, уйдут, не уйдут? – Ну, это наверняка, конечно же, было время и для того, чтобы они свое послушание Богу показали. – И чтобы немножко соскучились, поняли. – Господь сказал. – Ведь нам Господь тоже, если у нас все хорошо, мы же тоже как-то… Не нужен нам Господь. – Да, но это человеческие, конечно, объяснения, не божественные. То есть Господь какой-то свой промысел во всем этом имеет. И, конечно же, прежде чем Дух Святой сойдет, Господь должен подняться на небо. Это Его слова. Поэтому Он поднялся на небо, дал 10 дней на подготовку апостолам к снисхождению Духа Святого. – Сказал, не уходите из Иерусалима. – Никуда не уходите, сидите вот в комнатке, ждите благодать, когда на вас спустится. – А почему Господь даже не сказал на 10-й день? – Вот сказал, ждите. И вот они ждут. – Здесь, опять же, по промыслу Божию Господь учит всех, и апостолов, и нас, к тому, чтобы мы всегда бодрствовали. Мы в Евангелии читаем такие слова. – Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет Господин в домосил, Владыка. Вот здесь Он тоже дал им возможность бодрствовать эти 10 дней, не зная точно, когда Дух Святой на них сойдет, но сказал, ждите и бодрствуйте. И это то состояние души, которое должно быть у нас всегда. Мы всю жизнь должны бодрствовать, и через это Господь также учил и апостолов не расслабляться. Потому что если бы Он сказал, ну, придет вот там, на 10-й день придет, они бы вот 8 дней тогда бы и не ждали, а там занимались бы, не знаю, рыбалкой, или еще чем-то. А так они все эти 10 дней молились, потому что не знали точно, когда придет Дух Святой. 10 дней готовились к встрече с Духом Святым. Повторюсь, это впервые в истории человечества Дух Святой вошел в род человеческий после грехопадения Адама и Ява. Тогда они были в Духе Святом. Потом они согрешили, Дух Святой от них отступил, и до момента схождения Духа Святого на апостолов человечество было лишено благодати Духа Святого. Какая нам нужна подготовка для сошествия на нас Святого Духа от Вознесения до Пятидесятицы? Ну вот, мы уже сказали, первое условие – это как-то бодрствовать, это ждать все-таки внутренние встречи с Господом, ибо мы не знаем, когда Господь нам явится, поэтому мы должны быть всегда к этому готовы. И это бодрство, а не внутреннее, то есть сосредоточенность, внимательность и отдание для себя понимания, что же происходит в моей душе, и контроль над своей душой – это, конечно же, необходимые условия для того, чтобы Дух Святой сошел. Конечно же, обязательно нужно и соблюдать те заповеди, которые, ну, ветхозаветные десять заповедей. Обязательно нужно, естественно, и в церковь ходить, и исповедоваться, причащаться, потому что без этого также мы не можем получить, принять в душу естество божественной природы только через причастие. Это все в совокупности создает те условия, которые и необходимы для сошествия Духа Святого на каждую из нас. Да, когда Господь благословлял, Он не переставая благословлял, удаляясь от нас, да? Это важно, что Господь, не переставая благословлял, так вот и ушел? Я думаю, Он и сейчас не перестает нас благословлять. То есть мы, опять же, это восприятие человеческое, что мы видели, ну, глазами апостолов, Мы видели, что Господь, не переставая, благословлял и удалялся на небо. Но мы понимаем, что и сейчас, не видя Господа, мы понимаем, что Он нас и сейчас постоянно благословляет. Он не может не благословлять, потому что благословление – это посыл благого слова, благого пожелания, благого делания тому, на кого благословение направлено. Господь постоянно благословляет человеческий род, потому что Он любит его более, чем кто-либо. И, естественно, Он и сейчас нас благословляет. А также крестным знаменем Господь нас благословил? Я думаю, да, потому что на тот момент уже крестное знамение вошло в жизнь церкви христианской. И вот воздвижение рук, как это было у Моисея, пророка, когда он в Ветхом Завете тоже воздвигал руки при определенных обстоятельствах и просил помощи у Бога и благословлял через его руки, через Моисею руки Господь благословлял народ израильский. Также и здесь было воздвижение рук, но, я думаю, еще и крестное знамение было, потому что… Апостолы потом сами не смогли придумать, да? Да, с этого момента это входит уже в практику церковную, через апостолов, потом уже и патриархи другие, последователи апостолов, благословляют. И сейчас мы это благословение видим от первосвященников, от священников. И это все, естественно, оттуда пришло. Я думаю, Господь даровал нам это знамение крестное. Да, у нас осталось всего там полторы-две минуты. Наверное, важные фразы, да, что они потом пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Ну, действительно, мы и должны находиться в храме Бога Живаго, ну, уж не каждый день, но хотя бы вот с какой-то периодичностью и не реже, раза в месяц мы должны в храме приходить на причастие. Это необходимое слово для присутствия Божьего в нашей душе. Ну, и кроме того, надо помнить, что храм Бога Живого, он не в бревнах, а в ребрах, есть такая поговорка. И поэтому мы в своем храме внутреннем должны пребывать всегда. Благодарим, Садя Семенович, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok